страна привет и я опять хочу рассказать новости тросгуманизма ну и конечно же грионики сейчас поставлю таймер на 10 минут я кажется обещала что это будет не больше 10 минут ставим счет пошел я хочу прежде всего извиниться за то что как обещала я не стала выпускать третий выпуск наших новостей после второго через 10 дней а меня демотивировали ко мне обратились в просьбе друзья и сказали валерия не могли бы не могла бы ты делать более качественное видео я задумалась как человек ответственно я пошла проверила все доступные кампы и камеры но выяснилось так что нет у нас такой вот специальной аппаратуры для записи и то качество которое сейчас есть ну вот такое но и есть очень огорчилась задумалась потом поискала возможность хорошей записи у друзей и выяснилось что для того чтобы не записать ну 10 минутное видео мне надо собственно говоря поехать так на час в одну сторону час другую нет я решительно не готова три часа своего времени тратить ради 10 минутных новостей в то же время очень переживала но в конце концов подумала а какого черта я не буду себя напрягать извините это для меня слишком сложно камеры у меня нет и не меня в планах и приобретать хороший поэтому будем так как можем так и слушать мои новости а я запишу как могу и так это время прошло так много всего что рассказать об этом просто нереально 10 минут просто абсолютно я расскажу о некоторых интересных вещах о том что есть то что волнует что было хоть о чем-то больше всего сейчас мне волнует семинар по обратимой криобиологии крио консервации органов который пройдет в этот четверг через два дня по фонде перспективных исследований вообще-то мы занимаемся крионикой среди самых выдающихся растяжение криобиологию очень много пришли из области крионики если посмотреть на помыть иностранных например авторов там очень много крионистов чемберлен и другие и в общем то все эти восемь лет мы занимались и криобиологическими исследованиями также и говоря о том что работала много лет лаборатория конкретно занималась изучением вопросов гипотермии крыс и квадратного напиоза у нас еще есть огромная компетенция в витрификации в мире на западе именно в области улучшения витрификации сейчас есть лучшие проекты по обратимой криозам русских органов я не уверена что у нас государстве чиновники об этом знают моя задача будет об этом рассказать и возможно фонд перспективных исследований если поймет что в россии есть научные группы организации которые могли бы претендовать на создание технологии обратимого кресохранения креоконсервирования органов то возможно не выделит грант возможно здесь будет научный прорыв вот лично мы команда криаруса команда ученых которые давно же к нам примкнули мы готовы пойти на это конечно нашими силами это не сделать и нам надо будет искать и много союзников и усиливаться так далее но я знаю что только у нас есть достаточно для этого компетенция попробую это доказать четверг но это уже для меня это дело прошлое потому что тезис написаны стратегия выработана сейчас идет подготовка презентаций но это было очень интересно когда вдруг неожиданно появилось объявление что хотим провести семинар по обратимой креозаморозки там креоконсервации органов да наука уже скорее всего может я знаю проект в америке который заявляет что якобы у них почти получилось что они будут защищать патенты патенты это ни о чем огромное количество проектов патентов защищенных патентов которые есть они не рабочие и других областях и в этой но тем не менее силы там есть средства вложенные а мы знаем как например составить им серьезную конкуренцию я правда не люблю конкуренции я предпочла бы работать в содружестве со всеми ну как получится в общем мы готовы будем и постараемся объяснить нашим ну государственным чинам что да есть люди они компетентны знают что делать собственно говоря у меня подготовлены прям по 300 страниц различных проектов договоров которые объяснять что это можно сделать как это можно сделать и так далее это важная новость но новость об этой новости вы узнаете в следующем выпуске который я надеюсь что без комплексов теперь уже выпущу еще дни через десять когда этот семинар уже будет в прошлом что же еще было за это время замечательный двойной нового год новый год это был новый год и в криарусе мы как бы заложили основы корпоратива такого новогодний новый год в криарусе 29 числа в декабре это было мило будем развивать кто знает может быть когда-нибудь предложение такой новый год будет также престижно как на кремлевскую елку поживем увидим и был новый год в ртд в офисе это было просто замечательно было очень интересно играли веселились ну это ведь непередаваемо вот это вот общение между друзьями оно бесценно а сразу после нового года через три дня дня рождения у дарьи моей дочери дарьи халтурина которая пришла куча ученых человек 40 наверно офис был переполнен это было тоже потрясающе весело мы представили офис для празднования рождения потому что в квартире мне просто люди не поместились бы и опять новые знакомства новые связи новые люди для меня это знаете как новой галактики просто поразительно и январь был очень интересен сразу по нескольким проектам ну во первых хочу сказать что мы сейчас очень быстро движемся в направлении создания приложения скажем так для управления здоровья в ртд за много лет накоплен огромный потенциал знаний возможности связи именно в области влияния на организм человека для борьбы со старением и общее моложение проект мы даже создали подали антипотростного исследовательского центра в агентство стратегических инициатив но это крупный проект требует крупных средств оси она не может выделить такие средства у нее просто их нету ну хорошо не может а допустит от плац пока лежит мы какие-то знания распространяем среди наших друзей мы решили выпустить приложение в котором какие-то сначала базовые вещи были бы выложены вот то 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 надо делать таким направлением а потом эту платформу мы будем расширять прекрасный дизайн нарисовал господин смолкин респект я видела мне очень нравится базовые знания очень интересные для нас то это примитив а вот людей вокруг нет достаточно интересные будут выложены базовые знания есть однозначно хороший потенциал для постоянного апгрейда этого положения я надеюсь что скоро все мы получим реальный инструмент который нам будет помогать становиться моложе каждый день который будет еще развиваться где тоже очень важно таких проектах чтобы не только он был как-то создан ну и чтобы он развивался здесь потенциал к развитию очень большой вот такая значит замечательная новость но в креонике у нас январь был просто непередаваемый это прежде всего мы креонировали первого украинского кота вот прекрасный серый британец мне такой когда-то был вот он креонирование состоял с высочайшим качеством потому что прямо в киеве это было из из киева креокотик там нас находился человек который мог сделать перфузе на высоком уровне там же находились реактивы и все 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 это все было сделано сделано вовремя доставлено в общем экстра класса все так что теперь поздравляем украину с первым котиком а еще самое интересное что нам доставили тело креоклиентки из соединенных штатов конкретно из кремниевой долины прям рядышком там город сакраменка долго объяснять почему они решили выбрать криарус но тем не менее состоялась мы очень горды потому что это уже говорит о признании нас как состоявшейся компании криаруса которые все существуют только официально уже почти восемь лет первый российский креок лет уже 10 лет хранится и еще и америка не знает про наши научные работы ну знают так что мы очень гордимся это будет был очень здорово правда сейчас конечно вот именно несколько недель все наше внимание направлено на собирание наших сил в области научных проектов потому что мы не ожидали никакой поддержки государства и делали то что хотели и то что могли а сил у нас не очень много но тем не менее мы собрались и сейчас официально заявляю о официальном начале действий научно-технического центра криобиологии и анабиоза реально существует уже очень давно ну вот и теперь он будет и и официально существоваться мы и все это мы убедим вот и я думаю что мы на этом закончим наш выпуск ждите следующего бай